Ветеран Владимир Георгиевич Рябикин, который в свое время освобождал блокадный Ленинград, мечтал сделать ремонт в квартире. Однажды ему позвонили из управы и обрадовали. Я правильно понимаю, что вам обещали местные власти сделать здесь ремонт? Обещали. Но дедушка так и не дождался ремонта, а потом узнал, что он, оказывается, был, но лишь на бумаге. То есть деньги списаны, а ремонта нет. Он просил кухню, когда еще бодренькая была. А это уже другая семья. Бабушка-инвалид до сих пор ждет ремонт от управы и даже не догадывается, что по документам он уже сделал. Списали деньги за счет людей, инвалидов, ветеранов труда, ветеранов ВОВ Великой Отечественной войны. Воруют на малоинучших слоях этого населения. Представляете, как люди живут? И еще у них за их счет еще и списали себе денежку. Молодцы. А вот этой пожилой москвичке, ветерану труда, по смете поменяли двери, сделали электрику, обновили выключатели и так далее. Общая сумма работ 75 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, сделали что-нибудь у вас? Ничего не сделали. Так, а хотя бы кто-нибудь обращался? Никто ко мне не обращался. Представляете, на вас украли 75 тысяч рублей. Ну, что я могу сказать, мошенники? О подозрительной схеме с ремонтом квартир для ветеранов и инвалидов люди узнали случайно. Единицам ремонт действительно сделали, но сделали плохо. И когда недовольные подняли документы, то узнали, что всего в программе ремонта числится 25 квартир. Ради интереса они обзвонили остальных, чтобы узнать, хорошо ли у них поработали мастера. Стали обзванивать, и в этот момент как раз волосы начали шевелиться на голове и во всех частях тела. Потому что многие люди говорили, какой ремонт. Мы не знаем ни о каком ремонте, и нам ничего не делали. Некоторые люди даже не знали, что были включены в программу ремонта. Однако по документам во всех 25 квартирах он был проведен. Вот итоговый акт приемки выполненных работ. Общая сумма почти 2,5 миллиона рублей. То есть на каждую квартиру ушло примерно по 100 тысяч. Документ подписан Ириной Бобрышевой. Тогда она занимала пост ИО главы управы района Марьино. Люди решили найти ее на работе, но столкнулись с охраной. Я же говорю вам, снимать нельзя. Я вам говорю, снимать можно. Проигнорировав секьюрити, народ стал искать чиновницу и вскоре ее нашел. Вы же не записывались. Ну а какой может быть официальности, если тиранов обманули? Но вы представитель управы. Вы первый заместитель главы управы. Ирина, скажите, как так получилось, что 25 квартир, большая часть из них не получили ремонт? В итоге Ирина Бобрышева сдалась и пригласила жителей за стол переговоров. Зачем вы подписывали акт, если не было ремонта в квартирах? Вот как вы это сделали? Жень, понимаете, у нас есть у карты свои обязанности, правильно? Я же задал вопрос простой. Я исполняю обязанности. Вот я исполняю обязанности. Вы подписали акт. Почему? У меня работала комиссия. Вы в глаза ветеранам смотрели вообще? Послушайте, у меня работала комиссия. Чиновница решила все свалить на комиссию, которой она так доверяла. А теперь ей, скорее всего, придется уволиться, как это сделали ее коллеги. Насколько мне известно, есть господин Пальтов, который уже написал заявление об уходе, который подписал, собственно, эти акты приемки. Есть госпожа Бобрышева, которая заместитель главы управы, которая тоже подписала и тоже готовится на выход. И госпожа Смирнова, которая тоже у нас является заместителем главы управы. Между тем, от префектуры ЮВАО нам стало известно, что по их обращению в МВД уже завели уголовное дело. А вот дождутся ли ветераны суда, а уж тем более ремонта, вопрос спорный. Владимир Кузнецов, Анатолий Харламов и Георгий Белецкий. Новости 360.